Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге чисел. И сегодня мы будем делать обзор 31 главы этой книги. Здесь две темы – война с мадянитянами и как поступать с добычей. И мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, отомсти мадянитянам за сынов Израилевых, и пусть отойдешь к народу твоему». То есть, а потом можешь умереть. «И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадянитян, совершить мщение Господне над мадянитянами по тысяче из колена, от всех колен сынов Израилевых пошлите на войну». Ну, получается, по тысяче от колен. Левиты не ходили. Значит, это 11 тысяч воинов. Почему надо было отомстить мадянитянам? Потому что они, будучи дальними родственниками евреев, не позволяли им проходить через свою землю и пользоваться водою. Хотя евреи говорили, что за воду они будут платить деньги, и проходить они будут по центральной дороге, чтобы нигде не помять траву, где посевы, не сломать никакие деревья. Но по злобе своей мадянитяне они поступили противоположно и проявляли даже враждебность по отношению к странствующим. И выделено из тысяч Израилевых по тысяче из колена 12 тысяч вооруженных на войну. Но здесь немного непонятно, могли ли левиты участвовать в такой войне. Скорее всего, если левитов и брали, то для какой-то молитвенной поддержки, потому что их не вносили, их имена, в исчисления, как правило, по поводу каких-то военных действий. И послал их Моисей на войну по тысяче из колена их и Финеса, сына Ильязара, сына Аарона, священника на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. Вот здесь мы видим, какие функции выполняли левиты. Они содержали в воинском стане священные сосуды и трубы для тревоги. Это тот самый Финеса, сын Ельязара, который был ревнителем о Господе и копьем пронзил блудника с его подругой. «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола». Восьмой стих. «И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских – Эфия, Рекема, Цура, Хура и Реву. Пять царей Мадиамских – это те самые цари, которые хотели через пророка Валаама, сына Виорова, навести проклятие на еврейский народ. И Валаама, сына Виорова, убили мечом вместе с убитыми их. Почему был убит этот человек Валаам, сын Виоров? Ведь он, в конце концов, все-таки благословил еврейский народ, а не проклял его. Петр Хризолог, древнехристианский экзегет, это его 27-я проповедь, собрание проповедей, пишет, отсылая нас к древнееврейскому преданию. Прорицатель Валаам ввел в соблазн сынов Израилевых, когда пошел навстречу воинам не с мужами в броне, а с девами всяческими, прекрасными, приукрашенными, чтобы брань превратить в игру, триумф превратить в бесчестие, мстителей в подсудимых, и мерзостью уничтожить святость. Вот почему Моисей принял такое решение, когда наказывал и Валаама, прорицателя, убейте, ибо он ввел в соблазн сынов Израилевых. То есть соблазн заключался в том, что Валаам собрал накрашенных девушек, женщин легкого поведения, и он выдвинул их таким отрядом, чтобы израилетяне вступили с ними в половые отношения, и святость отошла бы от еврейского войска, и тогда мадеонетяне могли бы их и одолеть. Но евреи поняли этот замысел Валаама, сына Виорова, и потом за такое коварство они приняли решение его казнить вместе с убитыми их, то есть с теми, которые цари и жители Мадиама. А жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имения их взяли в добычу. Вот здесь мы видим, что женщины детей не казнили, хотя тут есть некоторое такое противоречие. И все города их, во владение их, и все селения их сожгли огнем, и взяли все захваченное, всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, захваченной к Моисею, и к Ильазару священнику, и к обществу сынов Израилевых, к Стану на равнине, на равнины Моавицкие, что у Иордана против Иерихона. И далее раздел, где говорится о том, как поступать с добычей, и здесь говорится. «И вышли Моисей и Ильазар, священник, и все князья общества навстречу им из Стана. И прогневался Моисей на военачальников и тысячи начальников, и сто начальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождению фигуру, то есть это идолу фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем, то есть когда евреи брали этих женщин, за это был гнев Божий. Но речь идет о храмовой проституции, то есть не о всех женщинах и детях, а о тех, которые участвовали в храмовой проституции, посвященной вот этому идолу фигуру, и они потом пытались ввести в грех израильтян. Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А вот здесь речь идет о том, что если, значит, дети участвовали в храмовой проституции, женщины участвовали в храмовой проституции, то они подлежали уничтожению. И дальше вот эта оговорка. О всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, то есть они не участвовали в этих оргиях, посвященной фигуру, оставьте в живых для себя. И пробудите, и пробудьте вне стана семь дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому очистится в третий день, и в седьмой день вы и пленные ваши, и все одежды, и все кожные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите. То есть после военных действий всегда надо было совершать очищение. По правилам Василия Великого, христиане, которые участвовали на войне, там от года до двух, до трех лет они должны были проходить очищение. Это был такой строгий закон, которого надо было всем придерживаться. Далее рассказывается о трофеях, которые надо было как-то распределить, и их распределяли. В Библии содержится закон, который уравнивает в смысле трофеев и тех, которые воевали, и те, которые находились в тылу. Вот это очень гуманный закон, который ставит в одинаковое положение и тех, которые непосредственно воевали, и тех, которые были в тылу. Потому что воевать без тыла невозможно. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами тридцать первую главу, и в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем рассматривать тридцать вторую главу. Спаси Господь!